Первый месяц весны начнется для берчан с ряда изменений в законах. Например, при отъезде из дома не придется платить за мусор, а судимые за тяжкие преступления не смогут работать водителями такси. Какие еще изменения ожидают берчан? В силу вступают изменения в правилах жарки шашлыков на дачных участках. Теперь жарить их можно в пяти метрах от построек, а не в пятидесяти, как ранее. Кроме того, сжигать мусор и остатки листвы будет разрешено на расстоянии 15 метров от построек, а жаропрочной емкости в 7,5. За руль общественного транспорта и такси не допустят водителей судимостью за тяжкие преступления. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже, разбои, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. С марта лицензию на покупку, экспонирование или коллекционирование оружия не смогут получить те, кто подозревается или обвиняется в умышленном преступлении. Также лицензию не смогут получить те берчане, в отношении которых по результатам проверки правоохранительных органов есть заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Берчане смогут потребовать перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу. Для этого необходимо предоставить подтверждающие свое отсутствие документы. При этом плата уменьшится пропорционально тому, сколько человек не проживало в помещении. Отсутствовать нужно не менее пяти дней. С 1 марта в России были уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением. До вступления этих изменений в силу водитель, въезжавший на перекресток, обозначенный знаком круговое движение, должен был уступить дорогу тому, кто двигался по кругу, причем вне зависимости от того, какие знаки установлены перед выездом на перекресток. Теперь же водитель должен уступить дорогу круговому движению только в случае, если въезд на перекресток осуществляется не с главной дороги.